добрый день дорогие друзья с вами автосалон про тюнинг меня зовут игорь сегодня мы рассмотрим автомобиль немножко непривычный для нашего канала это не будет премиум сегмент автомобиль бюджетного класса но при этом достаточно интересный я думаю он точно сможет вас удивить поехали это джили колорей двадцать третьего года прежде всего этот автомобиль цепляет всех своим дизайном на самом деле машина смотрится очень классно особенно в этом ценовом сегменте я думаю сложно будет найти из новых автомобилей которые представлены у нас сегодня на рынке что-то что будет смотреться еще ярче еще интереснее более спортивно за эти деньги во-первых начиная с фар уже такая фирменная фишка джили это вот такой вот пунктир который выполняет роль дхо светится у нас внутри фары и сама оптика здесь полностью светодиодная значит качество света будет здесь в принципе достойная ночью в любых погодных условиях решетка радиатора можете обратить внимание что здесь выполнена в стиле таких драгоценных камней у нас здесь грани все это выкрашено в глянцевый графит и плюс еще красная полоска у нас проходит по всей ширине и логотип с такие вот акцентные элементы очень классно смотрится на этой машине а верхней части решетка радиатора у нас находится камера переднего вида что еще хочется отметить снизу у нас идет такое подобие переднего сплиттера и обратить внимание как он выполнен то есть это не просто элемент который окрашен в черный цвет а тут у нас идет имитация карбона понятное дело что за такие деньги ни в одном автомобиле в новом вы не получите настоящего карбона но тут у нас уже вот такой стилистический элемент выполнен который на самом деле очень хорошо вписывается в общую картинку этого автомобиля ну и акцентный еще один элемент по нижней части это красная вставка красная полоса который идет у нас краски по этому сплиттеру и еще что хочется отметить то как исполнены боковые части бампера фальш воздухозаборники то есть понятное дело что у нас тут не стоит какого-то мощного двигателя это полтора литра на 174 лошадиные силы и такого большого охлаждения то есть таких вот воздухозаборников больших ему не нужно но опять же в плане дизайна сделано очень круто сейчас даже покажем на примере как это делается на мощных машинах вот у нас стоит шоуруме бмв x6m последние актуальные и тут у нас воздухозаборники выполняют прямое свое назначение они у нас как раз таки пропускают через себя воздух который проходит на интеркулеры которые стоят у нас слева и справа да здесь это нужно потому что мотор у нас 4 и 4 литра и мощность 125 лошадиных сил но опять же возвращаясь к джили в плане дизайна это очень круто и машина реально выделяется в потоке переходим далее на автомобиль установлены 18 колесные диски они у нас окрашены в черный глянец как раз таки что очень хорошо считается всеми элементами по кузову у нас на капоте черные фальс воздухозаборники много черных элементов черная крыша на машине в общем все это играет друг с другом и ничего не выделяется плюс ко всему в дополнение всем красным элементам этим акцентом которые идут на автомобиле у нас тормозные суппорта уже с завода окрашены в красный цвет очень приятно за это прям отдельное спасибо крышки зеркал тоже у нас с имитацией карбона как и было на переднем бампере над это вот нижняя вставка про которые только что рассказывал ну и собственно сама черная крыша тут у нас видно что имеются рейлинги для установки багажной системы и здесь же у нас панорамная крыша которая в отличие от рестайлинга стала чуть больше в салоне мы вам ее естественно покажем еще как раз таки вот мы здесь очень много поговорим про дизайн потому что это сделано очень классно на заднем крыле у нас такая черная вставка с такими декоративными элементами идет тоже выполнена очень интересно но еще что хочется помнить раз мы стоим у боковой части автомобиля это ее клиренс машина достаточно высокая плюс к тому что у нее короткая база это значит что в принципе можно будет проехать я думаю много где но опять же это у нас не внедорожник это паркетник плюс передний привод автомобиля говорит нам о том что машина будет использоваться преимущественно в городе опять же не во всех городах есть идеальные дороги особенно где-нибудь на окраинах вот как раз таки для этого инженеры это все предусмотрели и плюс к удобной посадке у нас здесь есть еще и бесключевой доступ на передних дверях что будет упрощать посадку доступ в автомобиль мы постепенно переходим к задней части автомобиля во первых начиная с фонаря он у нас цельный во всю ширину машина сверху красуется шильдик джили и наверное одна из самых главных деталей задней части автомобиля это спойлер как он классно сделан начиная от его формы заканчиваете тем что он у нас тоже идет с этой имитации карбона и сбоку присутствует все тот же красный шильдик с смотрится на самом деле очень классно плюс ко всему снизу у нас идет спортивный диффузор такие вот красные акцентные линии которые сделаны не просто цветом это прям отдельный элемент вставочка такая которая открашена в красный цвет ну и естественно четыре выхлопные трубы то есть нам показывает то что автомобиль как будто бы такой злой и быстрый да мы все понимаем что это полтора литра но даже здесь это не фальш выхлопные трубы а за ними прям находится на самом деле выходная система этой машины в общем сделано что спереди что сбоку что сзади в плане дизайна и стиле безумно классно за этот бюджет и однозначно за это нужно поставить лайк переходим к багажнику не скажу что он здесь большой емкий но в принципе автомобиль нас на самом деле достаточно компактный но опять же на каждодневное использование думаю большое количество себе вещей сюда поместится если что можно будет откинуть спинки заднего ряда сидений получится практически ровный пол что перевести в принципе все что вам необходимо крупногабаритная и так перемещаемся в салон во-первых хочется отметить то что отделка здесь у нас выполнена из эко кожи это сиденье подлокотник центральная консоль руль у нас сделан из натуральной кожи и посмотрите насколько классная форма у руля снизу у нас есть дополнительные косточки выполнена анатомия под более удобный хват руля мы на самом деле такую же услугу делаем в нашем тюнинг атриев про тюнинг но здесь это уже все с завода и в общем я думаю вы заметили что снаружи у нас много таких элементов от спортивного автомобиля внутри они не заканчиваются в общем машина реально классно выполнена слева на руле у нас тут управление круиз-контролем справа мультимедиа системы к сожалению до лепестков у нас здесь нет как на настоящих спортивных автомобилей за рулем находится такая имитация цельного экрана мультимедиа системы и приборные панели все это естественно цифровое это у нас экран на самом деле очень хорошего качества приборная панель выполнена очень классно опять же в плане дизайна даже здесь над этим заморочились все это продумали сделали вся информация у нас сюда уводится видно давление в колесах то есть шинах у нас установлены датчики давления включенная передача температура двигателя обороты скорость и так далее вся необходимая информация находится сразу здесь и еще раз повторюсь очень красиво выполнена в плане дизайна ну и поговорим немного про мультимедиа системы экран достаточно большой это 12 3 дюйма в плане интерфейса все выполнено как и на джили манджаро который мы уже показывали нашем канале слева у нас также идет постоянная панель быстрого доступа на главном экране установлены виджеты также чтобы мы могли допустим включить сразу музыку радио bluetooth так далее зайти допустим в настройки автомобиля можно здесь у нас выбрать настройки зеркал замков фары так далее тут же у нас слева мы сразу переходим в меню климат-контроля который у нас здесь двухзонный и кстати что еще очень приятно раз мы уже заграли про функции именно комфорта удобства сидения у нас идут с электрорегулировками и с подогревом и вентиляция опять же за этот бюджет на самом деле это очень приятно что уже здесь это имеется далее на центральной консоли сверху у нас находится блок физических кнопок ну стандартно это аварийная сигнализация быстрое управление система климат-контроля и различные подогрева слева находится также кнопка старт-стоп как и в других джили в том же манджаро по которому рассказывали далее на центральной консоли очень много места для хранения ваших вещей здесь вот можно положить телефон в передней части тут у нас две зарядки стандартные usb 2.0 много места для напитков и что очень приятно что вы можете настраивать их под себя здесь у нас есть три такие перегородки которые мы можем вытащить и настроить их под себя под нужный размер стакана который у нас здесь собственно находится либо вообще допустим полностью их убрать и использовать это как место хранения допустим других каких-либо вещей слева от ниши подстаканников у нас находится селектор кпп также как и у всех джили у нас он переключается двойным нажатием то есть в драйв что перейти нужно два раза вниз потянуть и в заднюю передачу два раза вверх и тут же у нас находится селектор выбора режимов езды очень классно что у нас на экране магнитола мультимедиа показывается сразу такая красивая анимация и то какой режим у нас сейчас выбран далее переходим к подлокотнику который здесь достаточно большой чтобы хранить ваши вещи естественно зарядок здесь у нас ничего нет потому что они у нас находится в передней части центральной консоли и так перемещаемся на задний ряд и что меня больше всего удивило здесь именно это то что во первых посмотрите как я сижу я как всегда не двигал сиденья и у меня еще остается место в ногах можно чуть даже вытянуть ноги учитывая то что автомобиль кажется таким компактным маленьким на заднем ряду сидеть на самом деле очень комфортно и удобно место тут вполне достаточно даже для высоких людей на центральной консоли у нас находится зарядка стандартной usb 2.0 и под ней находится еще ниша для хранения ваших вещей достаточно глубокая на самом деле ну и отсюда у нас открывается вид на эту прекрасную панорамную крышу которая у нас еще и краски открывается в двух положениях работает сам люк ну и ехать можно на далекие расстояния особо никак не уставая и так как я уже и говорил под капотом у нас здесь находится бензиновый двигатель рядная четверка объемом полтора литра и мощности 174 лошадиные силы работает это все в паре с роботизированной коробкой передач понятное дело да что это не какие-то там заоблачные цифры как мы вам обычно показываем в автомобилях премиум сегментов спорткарах и так далее но опять же эта машина для каждодневного использования в городе здесь в принципе этой мощности будет вполне достаточно чтобы перемещаться каждый день а главное чтобы это было экономично с этой задачей машина будет справляться сто процентов в итоге я считаю что джили колрей 23 года в рестайлинге это идеальный автомобиль для городской езды для использования его каждый день потому что машина смотрится максимально эффектно у нас есть весь набор необходимых функций в салоне то есть это сидение с вентиляцией с подогревами очень классная мультимедиа которая кстати уже русифицирована мы это уже сделали на этом автомобиле и многое многое другое не забывайте что этот автомобиль находится в наличии в продаже в нашем автосалоне по адресу город краснодар улица российская 263 цена сегодня на эту машину 2 миллиона 590 тысяч рублей так что успевайте купить по выгодной цене этот автомобиль и обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал потому что там мы выкладываем все автомобили которые идут у нас в пути в наши автосалоны машины в наличии либо доступны к заказу и так далее и подписывайтесь на этот youtube канал на котором выходит наш видеоролик потому что мы выкладываем очень много обзоров скоро будут новые форматы и оставайтесь на связи и ставьте лайк этому видеоролику